всем привет народ это ролик по крмп радмир получается я играю на одиннадцатом сервере у меня есть рубрика но этот ролик не по той рубрике это ролик по гайдам гайд потому как 2021 году сдать на права я вам покажу получается все и все ответы на экзамены потом я получается вам получается покажу как же все таки аккуратно проехать весь маршрут где в основном до останавливаться и вы поставите лайк и напишите какой следующий гайд вам нужен и подпишитесь на канал с колокольчиком надеюсь да и получается я буду вам рассказывать куда бежать что делать куда нажимать хочется сюда вы проходите тут у вас будет путь либо налево либо направо вы бежите конечно направо потом заходите вот сюда и вот тут у вас такой чекпойнтик он нажимать alt и получается вот вам надо всего сдать 10 правильных ответов где до 10 правильных ответов чтобы сдать на данные права получается у вас же таки первый же сразу вопрос вспомнить теорию что означает зеленая буква м на панели индикатора это значит у вас включены двигатели вот включены двигатели ответ получается там был в да и получается с помощью какой клавиши вы будете включать фарой вам надо это нажать левый alt вот этот вид б левый а потом получается если да то какая скорость максимальная максимальная скорость то 60 километров в час но это опять же ограничение скорости по городу все таки метров в час потом получается бензобак вашего тез оказался пуст но плага вы уже у заправочной станции что вам потребуется сделать для того чтобы заправиться вам надо ответить ни один из вариантов ответа не подходит потом получается вы переходите к следующему инструктор попросил вас завести двигатель с помощью какой-то клавиши вы сможете это сделать вы получается просто нажимаете левый контру нажать левый контру потом получается у вас почти закончился бензин как вы считаете что можно сделать чтобы сократить расход бензина вам нужно просто выключить двигатель ничего трудного если вы не можете ой не хотите чтобы ваша тс угнали его нужно закрывать с помощью какой команды или клавиши вы будете это делать вам надо нажать правый контру правый контру где умножать правый контру выполнить какова длительность работ двигателя при полном бензобаке без специальных действий сокращающих расход бензина получается то у вас 50 минут 50 минут потом часа исходя из право дорожного движения которые вы прочли ранее разрешен для обгон через сплошную линию только при обгоне тс со скоростью меньше 30 километров в час вы едете по дороге смотрите смотрите в зеркало заднего вида и замечать автомобиль с включенным проблесковым маячком ваши действия ваши действия получаются а ну здесь у вас нет правильного ответа да я чуть-чуть забыл вы видите установленный знак что он означает он означает преимущество будет у водителя получается я просто тут все одинаковым немножко это как скажем всплываясь в одно преимущество будет водителя транспортного средства сейчас встречного до дорожный закус нужно водителя перед которым данные преимущества будет водителя ближайшего движущего все быстрее что я пацаны подзабыл встречного транспортного средства по идее нет вас ответ будет а ну вот ответ чуть я слепой настолько пацаны это просто забейте меня просто я пытаюсь все прочитайте немножечко туплю получается что должен сделать водитель и когда увет установлены знак вот такого to use новый знак вы должны получать уступить дорогу транспортом средством получается транспорт вам средством движущей по пересекаемой дороге он должны ответить и у вас ответ будет правильный уже получается 12 лет of us правильно то есть вы уже сдали на права всего надо дать 10 правильных ответов исходя из права дорогного движения установленный знак покажет водителю что он вас покажет что учиться впереди дороги участок на котором водитель у нас имеет преимущество право проезда и получается куда он у вас это делает перекрестка наверное вот у вас первый ответ а все все правильно ответок все количество правильно ответов у вас 13 сейчас сядя в машину садясь машина вы должны нажать пробел пристегнуться нажать левый control и получается начать свою дорогу вам что же тогда чтобы у вас горели фары я думаю вот в начале надо ехать ну более-менее так скажем аккуратно чтобы как бы ничего не задеть него не поломать машину и чтобы у вас просто была машина в ценности и сохранности плюс пацаны что я вам хочу еще рассказать вам надо ехать в принципе со скоростью которая вам нравится но ванда обязательно замечать все стопы все светофоры потому что за там один пропущенный светофор за один единственный пропущенный стоп вас будут просто штрафовать и будут греть бы вы не сдали экзамен как я не забрал джек мой ты тоже не знаю но ладно то есть вам надо собрать все чекпоинты да то есть ехать по данной дороге и получается вот просто окну вы можете хоть 80 можете ехать 90 то есть это тут никому не важно в принципе вам главное никуда не врезаться вам главное не пропустить не не один просто стоп и вам главное приезжать через светофоры останавливаясь то есть не гоняя ничего то есть видите я вот еду 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 на получается поворот не да вот здесь я приезжаю аккуратно никуда не там не вылетев ничего еду 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 вот даже до 80 уже разогнался там вот так вот гоните гоните уже 100 там 112 120 130 скоро будет да потом получается вы начинаете немножко снижать скорость поворачиваете и вот видите знак стоп да как я сейчас смотрите забирать его чекпоинт и нажимаете остановиться да вот вы видели отлично вы не пропустите дорожный знак можете ехать дальше начинаете поворот и опять же там вдупляете там вовсю и гоните просто гоните гоните и главное просто проехать как можно больше главное только лишь аккуратно что могут быть всякие вот сейчас я вам покажу на примере тут всякая стройка там машины там чинит что-то еще там что-то чинит я забыл он сейчас мы с вами посмотрим в принципе вот есть видите поворот снижаем скорость чтобы там не вылететь никуда поехали 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 получаются паровозы и всякие есть да но вы на них можете забить фиг проехать быстро это никому тут опять же не важно главное аккуратненько чтобы никуда не вылететь тут вы опять можете разогнаться позволить себе ехать 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 тут можете тоже в принципе не останавливаться да и получается опять вот заправка вы что можете заехать направиться там когда вам угодно если там просто ездите на своей машине потом получается поворачивать опять же надо все делать аккуратно то есть если вы там умеете кататься на радмире то можете проехать это сразу быстро да но если же у вас там некоторые там проблемы да вот что они тут чинит что тучи машинам давайте ремонт дороги машина врезались ремонт дороги не знаю почему ремонт дороги готов две машины стоят на это ладно разгоняетесь видите посмотрели тут аккуратно проехали главное через пошло не проехать да аккуратненько проехать чтобы ничего там не пересечь ничего все аккуратно на сходке получается едем 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 так видеть чекпоинт забираете и вот видите вот этот дальний поворот вы видите тут светофор да стоит на светофор тут она допустим остановиться видите зеленый цвет и просто берете заворачиваете то есть поворотники никому не важнее ничего не важно просто берете и поворачиваете на право то есть главное проехать просто заметить там все цвета то есть там мог быть зеленый мог бы жёлтый мог быть красный можете проехать только лишь на зелёный цвет запомните то что может после желтого сразу красный вас снос штрафуют я много раз проезжал через желтый меня штрафовала поэтому будьте с этим очень бдительны то может быть как бы плохо просто понимаете за любую вот ошибку тут у вас сразу просто отнимается весь ваш экзамен то есть вы должны обязаны просто доехать путь доехать путь но у вас снимут там для экзамен если вы там где-нибудь там стоп до проедете все это сразу после это крест видите второй стоп уже да вот видите еще 3 2 светофор уже да и часть потом все там еще обратно поедусь в общем где-то тоже 4 да у нас так вот зеленый свет увидели начали заворачивать поворачивайте чекпоинт забирайте и опять же гоните там куда хотите но главное никуда не врезаться опять же таки повторяем но пока уж мы едем я вам расскажу кое-что очень интересное у меня получается есть рубрика на канале путь от бомжа до 100 миллионов я вас прошу просто перейдите на тот ролик которая учатся вышел перед этим роликом поставьте лайки напишите комментарии и подпишитесь на канал с колокольчиком я буду очень благодарен а если вы хотите какие-нибудь новые кайты то напишите в комментариях по какому типу вам нужны гайды то есть там мне нужно гайд по такой-то такой-то системе к это уже по такой такой-то системе вы пишите я делаю ведь она желтый не проезжаем проезжаю только лично зеленый так хочется едем 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 и получается видим такой еще не чек-поинт проезжаем чек-поинт и поехали и полетели пацаны едем 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 в принципе не важно главное не пересечь на сплошную и так далее главное все делать аккуратно и не без ошибок все тут мы проехали едем 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 в принципе видим уже ведь как будто знаете по обратной дороге едем меня такой дежавю что мы проезжали а значит можно по обратной дороге поехали ведь ничего трудного как говорится просто главное все аккуратно замечать и будем будьте бдительны принципе тут уже можете по памяти просто пролетать и все дорожные знаки это пофигу топчат немножко снести скорость чтобы там не перелететь никуда вот как я сейчас делал вы можете про и пролететь налево да а слева там у вас там расплошная через которую не приезжать ну приезжать нельзя немножко у меня получается уже засоху пока я с вами разговаривал и сейчас едем 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 он там опять на зоне чек-поинт в принципе тут будьте такой недолго если ехать 100 плюс там километров в час до но если вы там будете ехать например там 50 км в час то для вас этот путь очень покажется долгим очень долгим тут часа должны немножко приостановиться заехать вот так вот аккуратненько видите еще не чек-поинт вот так приезжаете приезжайте главное в дерево не влететь народ просто не влетайте просто максимально бдительно максимально аккуратно видите опять же чек-поинт аккуратненько на него об и поехали дальше так видите там поворот до поворота ли вообще станем надо немножко приостановиться и повернуть аккуратно а ну ванючий родмир я тебя ненавижу немного вот так вот все поехали дальше поехали дальше едете 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 там скоро будет у вас знак стоп я вам скажу расскажу про него пока что его нету едите 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 тут опять же снижали скорость и тут опять вы начинаете разгоняться никаких знаков пока что вы не видите вот а вот наш знак стоп с на стопе получается вы должны нажать просто так вот стоп остановились подождали и опять же поворачивать только лишь после этого видите знак направо тут у вас получается опять же аккуратнейшим образом направо тут нигде не врезаться нажимаете на стоп получается направо так выезжайте налево и вот финишная прямая и вы его и закончили я сдал получается направо вы сдали успешный экзамен пройден все ставьте лайки подписывайтесь на канал всех жду на канале